МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регулярный чемпионат межрегиональной любительской баскетбольной лиги МЛБЛ стартовал в Хабаровске. По сути, это краевой чемпионат только с более статусным названием и, соответственно, с более амбициозными коллективами. За редким исключением все соперники друг другу известны не первый год. Но без сюрпризов редко когда обходится. Об этом чуть позже, пока еще немного о структуре соревнований. 19 команд разделены на две группы. Более опытные и, если хотите, мастеровитые выступают в лиге Пайлона. В лиге Мастерс собраны команды, которым хвастаться титулами еще рано. Второй год мы уже проводим под эгидой МЛБЛ чемпионат Хабаровского края. В этом году на две команды добавилось. У нас в прошлом году было 17 команд, в этом 19. Соответственно, больше вовлеченных, больше участников, больше игр. Болельщикам должно быть интереснее. Любой болельщик, который на выходных пожелает понаблюдать за баскетбольными баталиями, может выбрать себе зрелище по вкусу. Хотите матча уровня немногим слабее профессионального, пожалуйте на матчи топ-клубов лиги Пайлона между собой. Хотите под сотню очков в одну калитку, просим на встречи новичков соревнований против старожилов. Удобно и болельщикам, и самим баскетболистам. Все заранее знают, чего ждать от матча. Если, конечно, не будет сюрпризов, об этом еще поговорим. У нас календарь выложим на несколько месяцев вперед. Каждый знает, в какое время с кем он играет, то есть может постраиваться. Это большой плюс для баскетболистов, потому что можно планировать свое время хоть на три месяца вперед. Ты уже будешь знать, что ты должен знать примерно в это время. То есть и отпуска можно планировать, и там какие-то семейные дела. Ну, по-моему, это удобно. Еще удобнее, когда команда, как говорится, в оптимальном составе. А так бывает далеко не всегда. Фаворитам турнира команде «Ерофей» можно сказать повезло, чего не скажешь о соперниках. Все в сборе и как результат две несложные победы в первых турах над командами «ДВ Глупс» и «Адреналин». Зимой будет еще легче. Скорее всего, если работа сильно не отвлечет, конечно. Сейчас оптимальный состав был. Некоторые люди работают на вахтах, назовем это так. Их нет в городе. Работают не в городе, а в командировках. И не так часто собираемся. Но, может быть, все сейчас изменится, потому что зима настанет. Если вы думаете, что баскетболисты-любители, кроме мяча и сетки, в выходные больше ничем не интересуются, это не совсем так. Они еще и в будни тренируются. Работа работает. У нас есть также тренировки 2-3 раза в неделю, 4-5, кто как успевает. В принципе, залов много и ходить есть куда, по большому счету. Все зависит от желания и возможности времени. Для баскетболистов в Ерофее неофициальное звание фаворитов МЛБЛ – это не сюрприз, конечно. Но хотелось бы за него еще побороться. Соперников и матчей предостаточно. Вот только таких, чтобы вырвать победу с финальной сирены, немного. Побольше бы. Честно скажу, я думаю, что и приятно, и неприятно. То есть приятно с той точки зрения, что есть определенное уважение со стороны людей. А неприятно, но все равно хочется какой-то интересной игры. То есть немного побольше эмоций. Но у роли фаворитов есть и свои плюсы. Например, если, конечно, не будет сюрпризов, можно не то что расслабиться, напрягаться дозированно. Впереди ведь рабочая неделя. На это тоже силы нужны. Мы ставим задачу уже по ходу игры какая-то. Чтобы не ходить пешком, не проводить время бесполезно на площадке. То есть у нас есть какие-то свои задачи, которые мы хотим выполнить. То есть там будь то комбинация, будь то еще что-то. Во второй по силе лиги МЛБЛ Мастерс таких команд, как Ерофей, нет. Тут и сюрпризов побольше, и есть все шансы, что победитель будет более предсказуем. Может и Восток, а почему бы и нет. Я хотел бы отметить, что в этом году уровень, мне кажется, одинаковый у команд. Ну, в основном, равнозначный по силе команды. Поэтому, я думаю, будет интересный сезон. У команды «Народная компания» насчет победителя лиги Мастерс есть другое мнение. Но торопиться не будем. Пока о календаре и о делах с семьей. Хорошая схема, очень удобная. Удобно то, что заранее уже знаешь расписание. Ну, и каким-то образом планируешь свое время. Конечно, тяжело. У кого семьи не поддерживают вторую половину, им тяжело оставаться без папы, без мужа в выходные. Ну, а кто поддерживает, они приходят сюда и здесь сидят, поддерживают. Может показаться, что хабаровские баскетболисты-любители все как один парни на выданье. И заботиться о семьях – это не для них. Ведь все выходные проводят не дома, а на баскетбольной площадке. Ну, почему? Время-то уделяется и семье хватает, и как бы для тренировок. И для выходных тоже пару часиков уделяем тренировкам и играм. Ну, семья там не против. Даже рады, что занимаемся спортом, а не где-то ходим. Есть среди команд-участниц Лиги Мастерс и те, которые в свое время без сюрпризов обыгрывали всех подряд и не только в Хабаровске. Правда, сейчас о баскетболистах из Тогу, так сказать, могут лишь закоренелые оптимисты. Смена поколений. Без этого никак не обойтись. От первой команды Тогу, которая в Томнаду занимала первые места, никого не осталось. Ну, здесь было много факторов, скажем так. То есть и условия немножко изменились, и там финансирование упало. И, в принципе, скажем так, у нас кризис в стране, поэтому все следствия отсюда как бы налицо. То есть, ну, ребята, которые сейчас вот играют, ну, они добились, скажем так, право называться первой командой. У нас был отбор, там многие отсеялись, потому что приходили на тренировочный процесс много людей. Вот это, скажем так, лучший из того, кто есть в Тогу, как бы сейчас. И мы будем пытаться соответствовать тому, как бы, имиджу, который мы создали за несколько лет здесь, вот именно, как бы Тогу. То есть, будем пытаться. Когда есть желание совершенствоваться, это уже хорошее подспорье в работе над собой. Так что времена, когда команда из Политена вернется в первые ряды хабаровского баскетбола, уже не за горами. Осталось только психологию игрока поменять на психологию игрока-победителя. На словах это получается быстро и просто. На деле посмотрим. Я считаю, что для этой команды это сейчас все игры очень важные. Но прежде всего опасаться надо самих себя. За прошлый год они заняли предпоследнее место в группе, если я не ошибаюсь. У них нет психологии победителя. Они где-то в каких-то моментах еще чувствуют себя неуверенно. Но это приходит с опытом. Я думаю, скажем так, буду помогать им преодолевать себя прежде всего. Для них прежде всего талант есть. Где-то не хватает техники, не хватает умения. Но это приходит с опытом. Я думаю, как бы и надеюсь, что к концу сезона будет другая команда, нежели сейчас. Сейчас у нас только такое становление. Мы пытаемся что-то сделать из набора игроков. Сможет ли Ерофей подтвердить статус фаворита в итоговой турнирной таблице Лиги Пайлона? Случайно ли мы назвали «Восток» командой, способной на сюрпризы? Скоро ли команда «Тогу» обретет психологию победителей? И долго ли жены будут без проблем отпускать супругов заниматься баскетболом по выходным? Ответы на эти и другие вопросы узнаете и в следующей программе о хабаровском баскетболе. Или приходите сами в спорткомплекс «База» в ближайшие выходные. Не пожалеете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok